Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про главные причины протекания ваших девайсов и каким образом можно этого избежать или вообще предотвратить. Если ваш девайс работает на сменных испарителях и каждый раз, когда вы снимаете картридж, вы видите на коннекторной части небольшое количество жидкости, то первое, что вам нужно сделать, это вытереть все насухо. Далее нужно понять, откуда было протекание. Если заправка нижняя, то обязательно проверьте, как она закрывается. Если крышка разболталась и плохо закрывает отверстие заправки, то в таком случае лучше всего поменять картридж целиком. То же самое нужно проделать, если у вас боковая заправка, поскольку жидкость с легкостью попадает на коннекторную площадку. Если же у вас клапанная система, то после каждой заправки тщательно вытирайте клапан. Ну а если у вас верхняя заправка, то переходим к испарителю. Хорошенько рассматриваем его и проверяем на наличие брака, поскольку в испарителе может быть небольшое отверстие в хлопке, через которое жидкость попадает на коннектор. То есть испаритель перегорает, образуется небольшое отверстие, через которое жидкость попадает на коннектор. Также всегда проверяйте новые испарители на наличие орингов, поскольку их собирает машина, и она случайным образом может не надеть один оринг, в случае чего у вас будут протечки. Это случается максимально редко, но лишняя проверка им не помешает Если после проделанных телодвижений с картриджем и испарителем у вас все равно и есть протечки, тогда нужно углубляться и проверять жидкость Возможно, вы заправляете слишком жидкую жидкость, которая не успевает должным образом испариться, просачивается сквозь испаритель и попадает на коннекторную базу В таком случае стоит попробовать что-то более густое Идеальное соотношение практически для всех подов это 60 на 40 в сторону глицерина И самое главное, что никотин не играет никакой роли, главное, чтобы глицерина была не более 60% Всегда нужно помнить, что картридж или атомайзер это герметичный сосуд Из этого следует, что даже если бак находится в заправленном состоянии, даже если это наполовину И вы решили его дозаправить, открыв отверстие заправки, герметичность теряется и жидкость может вытечь из вашего обдува Чтобы этого избежать, мы рекомендуем заправлять устройство тогда, когда в нем полностью закончилась жидкость Ну и в заключении поговорим о резкой смене температуры В холодное время года жидкость очень быстро густеет Во-первых, из-за этого у вас очень быстро может сгореть испаритель А во-вторых, когда вы приходите из холода в теплое помещение, жидкость становится более текучей И тем самым у вас может появиться очередная протечка Подведем итоги всего вышесказанного Первое, это приобретайте только оригинальные устройства Но помните, что даже у оригинального испарителя может не хватать одного оринга И опять же, это невероятно редко И за свою жизнь я видел только один девайс, у которого не хватало оринга То есть это невероятно редко Второе, это правильно подбирайте жидкость для своего устройства и испарителя Помните, что идеальная золотая середина в жидкости это 60 на 40 в сторону глицерина И никотин никаким образом не влияет на протечки Будь то солевой, нулевка или классический, он никак на это не влияет Третье, это регулярно чистите свои устройства Чтобы они были чистые, сухие И благодаря этому они проживут как можно дольше И я надеюсь, мое видео было полезно для вас С вами был Глеб и сигарет нет И до встречи на нашем канале Спасибо за просмотр!